Здравствуйте, меня зовут Елена, я из компании Технониколь. Как вас зовут? Меня зовут Вита. Из какой компании? Здравствуйте, Вита. Компания Технониколь. Я не знаю, слышали вы о ней или нет, но наша компания занимается поставками строительных материалов. Я вот вижу, у вас такой замечательный красивый дом, и ваши ребята подсказали, что вы сейчас планируете переделывать кровлю. У вас есть минутка об этом поговорить? Ну, в принципе, да. Присаживайтесь. Спасибо. Можно чай? Да нет, спасибо. Не буду вас отвлекать немножко много времени. Хотела бы уточнить у вас пару моментов. Что планируете на вашу кровлю? Какие у вас какие-то есть предпочтения, уже определились с материалом? Ну, знаете, этим занимается супруг, поэтому вообще, в принципе, рассматривали металлочерепицу. Как бы я придерживаюсь мнения, мне как бы все устраивает, зеленого цвета. Ты как заборчик. Ну, то есть вы уже выбрали, или все-таки у вас такая стадия, что вы еще думаете? Ну, в принципе, мы как бы определились. Материал еще не купили, но предварительно определились. По цене прикинули, что это нас устраивает. Материал плюс работы. Поэтому, как бы, других вариантов мы на данном этапе не рассматриваем. А что вы хотели предложить? У вас планируется там мансарда, или просто холодные черта? Второй этаж еще не введен в эксплуатацию? Как бы, еще на стадии разработки? То есть пока вы еще не знаете. Ну, в принципе, ваш выбор, он неплох. Но у нас есть и ряд других материалов. Если вам интересно, в дальнейшем, допустим, вы будете продолжать строительство, да, там, семья у вас будет расширяться. Возможно, потребуется и мансарда, да, то есть экономия жилого пространства. Для такого варианта не совсем подходит металло-черепица, поскольку она очень сильно шумит. Она очень сильно шумит, то есть я думаю, в принципе, это будет не совсем комфортно вам и вашей семье. Ну, не знаю, в округе все закрыты металлом, как бы никто не жалуется, и соседи, и с кем общались. То есть вполне устраивает? Ну, в принципе, да. У вас не настораживает то, что впоследствии придется ремонтировать эту пробу, то есть коррозия возникает, ну, то есть в плане саморезы расшатываются, нужно будет подкручивать. Ну, я как бы насчет этого не знаю. Вы не задумывались, да, над этим вопросом. Туда лазить не буду, поэтому это больше, наверное, к мужчинам вопрос. Понятно. То есть, ну, в общем, металло-черепица – это ваш окончательный выбор. Ну, я бы не сказала, что окончательный, просто, я не знаю, прибедите доводы, там, плюс вашего покрытия, которое вы предлагаете. Ну, смотрите, плюсы каковы. Гибкая черепица шинга, гарантия на нее идет от 20 лет. А металл? Металл гарантия всего лишь один год, это если вы берете российское сырье. Если вы берете импортное сырье, там от 15 лет. Ну, там цена гораздо выше, то есть порядок, как у гибкой черепицы. Вот, а затем... А как она выглядит, гибкая черепица? То есть, вы не видели, как выглядит? Нет. Ну, в таком случае, я вам рекомендую либо к нам в офис подъехать, либо я могу сама вам привезти образцы гибкой черепицы. То есть, выглядит на кровле очень красиво. Можно сочетать, вот у вас зеленый забор, можно подобрать зеленый цвет. Различных нарезок, то есть различные архитектурные решения. Давайте, знаете, как рассмотрим? Средняя стоимость квадратного метра. Средняя стоимость квадратного метра порядка 700 рублей. То есть, это вместе с подготовкой, то есть USB-плита, плюс гибкая черепица, плюс комплектующие. А работа еще один, да? Спасибо.